Истворение свидетеля Анна Златовуста, истолкование на послании к евреям. Будем же приучать язык свой, говорит доброе. Удержи, говорит псалмопевец, язык твой от зла. Бог не для того нам дал ему, чтобы мы злословили, чтобы поносили, чтобы клеветали друг на друга, но чтобы прославляли Бога, чтобы говорили то, что благодать внушает слушающим, что служит к назиданию, к пользе. Ты сказал о ком что-нибудь худое, в какую же ты получаешь пользу, причиняя вред вместе с ним и себе самому, ведь ты заслуживаешь название поносителем. Нет, истинно нет ни одного зла, которое останавливалось бы на одном претерпевающем, а не обращалось и на причиняющего зло. Так, например, завистливый по-видимому строит козни другому, но наперед сам внушает плоды злобы, вкушает плоды злобы, терзаясь, изнуряясь и подвергаясь всеобщей ненависти. Любостяжательный лишает имущества других, но вместе с тем лишает и себя самого любви, или лучше заслуживает всеобщее порицание. Хорошая слава гораздо лучше богатства, ее лишиться нелегко, а потерять богатство легко. Или лучше сказать, когда его нет, то не имеющий, не терпит никакого вреда, а когда ее нет, то человек подвергается осуждению, смеянию, делается врагом и ненавистным для всех. Так же гневливый наперед наказывает себя, терзаясь себе самому, а потом уже того, на кого гневается. Подобным образом и злоречивый наперед посрамляет себя самого, а потом уже того, о ком говорит худо, или даже не может и этого достигнуть, но сам заслуживает названия человека дурного и ненавистного, а того делает еще более любимым. В самом деле, если тот, о ком он говорит худо, не отплачивает ему тем же, но хвалит и превозносит его, то воздает похвалу не ему, а себе самому. Как поношение ближних обращается наперед, как я прежде сказал, на самих поносителей, так и добро, сделанное ближним, доставляет наперед радость самим делающим. Делающий добро и зло, непременно сам первый испытывает последствия, как вода, истекающая из источника, либо горькая, либо вкусная, и дополняет сосуды приходящих, и не уменьшает производящего ее источника. Так точно зло и добро. От кого происходит, того и радует, или губит. А какое будет там добро или зло, кто может выразить слово? Никто не может. Тамошнее благо превышает всякий ум. Не только слово, а противное им, хотя выражается словами обычными для нас, там говорится огонь, мрак, узы, червь нескончаемый. Но они означают не только то, что выражает, а нечто другое, гораздо ужаснейшее. Чтобы ты убедился в этом, обратите первое внимание, прежде всего на следующее. Если там огонь, то скажи мне, каким образом там же и мрак? Видишь ли, что тамошний огонь гораздо ужаснее здешнего? Он не имеет света. Если там огонь, то каким образом он сожигает непрестанно? Видишь ли, что он гораздо ужаснее здешнего? Он не угасает. Почему и называется неугасаемым? Представим же, какое мучение быть сожигаемым непрестанно, находиться во мраке, испускать бесчисленные вопли, скрежетать зубами и не быть услышанным. Если здесь человек, воспитанный благородно, попавший в темницу, только чувствует зловоние, находится во мраке и содержаться вместе с убийцами, считает ужаснее всякой смерти, то представь, каково быть сожигаемым вместе с убийцами вселенной? Ничего не видеть и не быть видимым, но среди такого множества людей считать себя одиноким. Действительно, мрак и отсутствие света не дозволят нам распознавать даже ближних, но каждый будет в таком состоянии, как будто бы он страдал один. Если же мрак сам по себе тяготит и смущает наши души, то что будет, когда к мраку присоединятся такие мучения сожигания? Потому прошу, будем постоянно содержать это в своей памяти и переносить скорбь от слов, чтобы не испытать наказание на деле. А все это непременно исполнится, и те, кто совершит дела, достойные тамошних наказаний, не избавит никто, ни отец, ни мать, ни брат, хотя бы кто имел и великое дерзновение, и великую силу пред Богом. Брат не избавит, говорит Писание. Избавит ли человек? Сам Бог воздаст каждому по делам его, и через них только можно и спастись, и подвергнуться мучению. Аминь. Том 12, страница 14. Субтитры создавал DimaTorzok